Казалось бы, эпоха традиционных автосалонов окончена. Вместо офлайновых мотор-шоу нынче принято проводить онлайн-презентации. Но представительную выставку достижений мирового автопрома собрали и Лос-Анджелес, и китайский Гуанчоу. Однако Сузуки S-Cross, он же SX4, всё-таки показался онлайн. И для нас это главная премьера недели. Хотя в планетарном значении важнее, конечно, Форд Рейнджер. Шутка ли, свежий пикап ждут 180 рынков? Тем временем отечественный УАЗ активно отрицает вести о своём закрытии. А марка Aorus рвётся в небо, всё чаще мелькая не в автомобильных новостях, а в самых что ни на есть авиационных. Главная премьера компании Hyundai в Лос-Анджелесе – большой электрический концепт Seven. Понятно, что через некоторое время этот концепт станет кроссовером IONIQ 7. Однако дизайнеры постарались запутать публику. Взять, например, компоновку. Но неужели седьмой IONIQ получит пару дверей без центральной стойки по правому борту и одну по левому? Загадка. Хотя общие черты дизайна, включая прямоугольные арки и покатый силуэт, очевидно сохранятся. А вот салон однозначно предстоит сделать другой. В современных реалиях большой угловой диван на втором ряду, а также пара поворотных кресел – чистая утопия. О технике подробностей мало. Известно, что новинку построят на модульной платформе E-GMP, что поддерживает сверхбыструю зарядку, а также оснащена батареями свежего поколения. Кия тоже готовит крупный электрический кроссовер, но подход совершенно иной. Если Hyundai создал этакую комнату отдыха, то Кия ставит на активное вождение и покорение бездорожья. Пятиметровый EV9 вышел брутальным, рубленным и оттого необычным. Мы привыкли к электрокарам в зализанных формах. Или это попытка отщепнуть кусок пирога, испеченного возрожденным хаммером. Интерьер здесь тоже фантазийный. Скажем, дверные проемы лишены центральных стоек, чтобы пассажиры, выехав на природу, могли распахнуть двери и наслаждаться природой. Звучит, конечно, красиво, но реализовано не будет. А вот выдвижные багажные рейлинги – это интересно и реализуемо, во всяком случае не сложнее выдвижных дверных ручек. В плане техники товарные Hyundai и Kia окажутся близнецами, так как под них ляжет одна платформа с ожидаемой дальнобойностью около 500 километров. Ульяновский автозавод за последние недели попал во все новости после интервью своего гендиректора Адиля Ширинова, который рассказал казанской газете «Бизнес онлайн», что УАЗ не будет ничего модернизировать или разрабатывать. Да и родственный заволжский моторный завод новыми двигателями уже не займется. К чему это все ведет, понятно без слов. К закрытию обоих заводов в среднесрочной перспективе. Когда нынешние продукты устареют окончательно, или при вращении УАЗа в безымянную сборочную площадку, к чему группа Солерс фактически и стремится последние годы, концентрируя кузовное и сборочное производство под одним юрлицом и выделяя все непрофильные службы. Однако пресс-служба Солерса поспешила смягчить эффект, заявив, что о закрытии заводов речи не идет, а УАЗ ждет пересмотр стратегии бизнеса в сторону развития партнерства и создания альянса. И пока владельцы компании ищут новых партнеров, чтобы собирать иномарки, УАЗовские внедорожники показались на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но сразу уточним. Скромный стенд на выставке организовала частная фирма «Бремок», которая утверждает, что при бронировании предзаказов собрала почти 4 миллиона долларов, хотя чтобы оставить заявку было достаточно сотни. Впрочем, начало продаж пока обещано в 22-м году, а о допуске на дороге пока речи и нет. Ведь штатовский дистрибьютор не завершил даже сертификацию машины. А значит, на практике авантюра может обернуться пшиком. Хотя «Бремок» даже анонсировал собственную восьмицилиндровую версию. А пока в Лос-Анджелесе блистали корейские иноземцы, традиционные американские марки «Бьюик» и «Линкольн» предпочли предъявить премьеры фактически по другую сторону планеты, в китайском «Гуанчоу». С «Бьюиком» история проста. В Штатах марка играет роль статиста, а в Поднебесной бойко расходятся и кроссоверы, и легковушки, а главное – минивены. Последние стали признаком успешных боссов и богатых семей. Так что ежегодно Китай съедает по 150 тысяч бьюиковских однообъемников GL8. В «Гуанчоу» публику встречал концепт GL8 «Флэкшип», предвещающий стиль следующего, четвертого поколения минивена. Конечно, многие решения носят статус временных, но общий стиль, вдохновленный китайскими горными и водными пейзажами, более-менее понятен. Хотя выдвижной 50-дюймовый экран – это, конечно, чистой воды прожектерства. А еще «Бьюик» удивил совершенно фантазийной капсулой «Смарт-Под» – этакий вагончик, что может выполнять роль комнаты отдыха или мобильного офиса. Под его полупрозрачным кузовом скрыта электрическая платформа GM Altium, а также последняя версия технологии автономного движения. Водитель, понятное дело, этой мыльницы не требуется. С «Линкольном» ситуация даже интересней. Имея технически удачный «Форд Фокус» четвертого поколения, компания «Форд Мотор» сначала представила китайцам крупный гибрид кроссовера и лифтбека под названием «Ивос», а теперь из него сотворили пятиметровый седан «Линкольн Зефир». Так что большая, можно сказать, представительская машина имеет передний привод, подвеску Макферсон спереди и поперечное расположение двигателя, а сам двигатель объемом только лишь 2 литра. Салон МЗефир почти всецело обязан «Ивосу». Во всяком случае, интерьерообразующий грандиозный тачскрин медиасистемы шириной более метра и диагональю 27 дюймов, которые можно делить на тематические зоны, взят именно из «Форда». В итоге вышло следующее. Потратившись только на новый кузов, «Фордовцы» предъявили китайцам переодетый и растянутый «Фокус», который, однако, будет продаваться по цене настоящего премиума от 40 тысяч долларов. Молодцы! При этом жители Поднебесной подвох, скорее всего, не заметят. У них двухлитровым может быть даже «Геллендваген». Мировой лидер рынка пикапов — это «Форды F-серии». Но младший брат Ranger тоже продается бодро, в общемировом масштабе уступая лишь Toyota Hilux. Нынешний Ranger прожил долгие 11 лет, так что затягивать вывод новой генерации становилось чревато падением продаж. Разработку свежего седьмого поколения курировал австралийский инженерный центр «Форда», поэтому логично, что новинку презентовали именно на «Зеленом континенте». Характеристики пока не раскрыты, но основным заявлен двухлитровый четырёхцилиндровый турбо или битурбодизель, итого в трёх вариантах мощности. А на смену пятицилиндровому рядному мотору придёт агрегат V6. Систем полного привода сразу две. Первая — с жёстким подключением передка, а вторая — с межосевым дифференциалом. Любопытно, не правда ли? А вот ходовая часть оформлена традиционно. Со сменой поколений пикап остался приверженцем ресорс сзади, но чтобы повысить комфорт и улучшить управляемость, подвеску слегка перенастроили. Пока представлены лишь полуторный и двухрядный варианты кабин, но однорядное исполнение также будет. Кузов теперь вмещает европалету, на платформе больше креплений. География продаж — аж 180 рынков по всему миру. Правда, старт отложен. Летом новинку оценят Таиланд и ЮАР, в Европу новый пикап подоспеет не раньше 2023 года, а в США седьмой рейнджер приедет ещё позже. Полностью новый или глубоко модернизированный? Этот вопрос наверняка мучил всех, кто смотрел онлайн-презентацию нового Сузуки с X4. И хотя японцы старались запутать публику, по факту оказалось второе, то бишь глубокая модернизация. Платформа, агрегаты, каркас кузова остались прежними, хотя благодаря полностью новой передней части и другой линии остекления может показаться, будто перед нами действительно заново разработанный автомобиль. Но нет, не изменились даже размеры. Внутри фантазии дизайнеров хватило только на смену передней панели. А руль, центральная консоль и дверные панели хорошо знакомы владельцам нынешней генерации. Так что самое интересное приобретение — мультимедиа, что щеголяет 9-дюймовым дисплеем. Любопытно, что японцы даже пожадничали внедрить виртуальные приборы и электромеханический ручник. А ведь всем этим нынче готовы похвастаться даже представители класса бюджетников. В Европе единственным мотором заявлена турбо-четвёрка отдачей 129 сил, которому помогает 14-сильный стартер-генератор. Притом необходимая мягкому гибриду батарея оказалась настолько компактной, что поместилась под сидением переднего пассажира. Шести ступенчатых коробок две — механическая и автоматическая. К любой можно заказать систему полного привода. И к слову, Сузуки продолжает хранить верность задней полузависимой балке, даже на версиях 4х4. Кстати, надпись S-Cross на номерных табличках не должна никого смущать — в Европе кроссовер продаётся под двойным именем — SX-4 S-Cross. Самолёты на канале Автоплюс не первым делом, но поток событий не оставил равнодушными и нас. Так в Дубае прошёл авиасалон, где в отдельном павильоне красовался прототип однодвигательного истребителя Checkmate. А ещё в Эмираты долетела главная надежда российского авиапрома — пока не сертифицированный среднемагистральник MS-21 с пермскими двигателями PD-14. Но самой неожиданной премьерой оказался Superjet 100 в VIP-исполнении, получивший собственное имя Aorus. Казалось бы, не новинка. Ведь бизнес-версия у Superjet уже есть. И пусть Виала, но серийно выпускается. Однако на сей раз речь идёт о серьёзной модификации, которую ещё только предстоит сертифицировать. Например, самолёт оборудовали встроенным трапом, душевой комнатой, а главное — переделана топливная система, за счёт чего дальность полёта выросла в полтора раза — до 7200 км. Вообще попытка сделать из Aorus зонтичный бренд для люксового транспорта не должна удивлять. Ведь вертолёт «Ансад» в исполнении Aorus был впервые показан ещё два года назад. Впрочем, летом «Ростех» анонсировал уж совсем необычные грузовые версии Superjet и MS-21. Не выпустить ли их под маркой «КамАЗ»? Напомним, что третью автомобильного «Ауруса» владеет инвестфонд «Тавазун», входящий в одноимённый государственный холдинг Арабских Эмиратов. Свежее приобретение шейхов — половина компании VR-технологии — дочернего конструкторского бюро государственного холдинга «Вертолёты России». Арабов интересуют лёгкие вертолёты — VRT-500 и беспилотники VRT-300. Проектируют их давно, но до производства дело не дошло. И теперь программу вообще выносят из России. В Сингапуре зарегистрирована марка «Аэротер». Внимательные зрители телеканала «Автоплюс» вспомнят, что в 2018 году VR-технологии и Яндекс.Такси пообещали запустить в Москве городскую систему аэромобильности. Аэротакси в столице так и не полетели, да и сам вертолёт VRT-500 по-прежнему существует только в виде фюзеляжа, а лётный прототип планируют построить в следующем году в Италии на специально купленном заводе «Бредо Нордини». Воспользовавшись готовым сертификатом итальянского разработчика. Экономический совет «Тавазун», который непосредственно занимается поставками техники в армию и полицию Арабских Эмиратов, подписал в Дубае меморандум о намерении купить сотню вертолётов. У серийных седанов и лимузинов «Аурус Сена» двигатель пока один. Это 600-сильная битурбо-восьмёрка. В закромах московского института «НАМИ», основного владельца марки «Аурус», лежат ещё четырёх- и двенадцатицилиндровые моторы. Перспективы их туманны. Единственный ходовой прототип «Ауруса» с двигателем V12 задвинут под забор, а турбо-четвёрка оставлена для будущих младших «Аурусов», секрет которых свято охраняет Минпромторг. Тем временем бензиновая «восьмёрка» силами Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова превратилась в АПД-500 — двигатель-демонстратор. В рамках проекта «Адаптация», заказчиком которого и выступает Минпромторг, предполагается создать относительно дешёвый мотор для малой авиации. Демонстратор двигателя уже поставили в четырёхместный самолёт Як-18Т и испытали пробежками и подлётами. Следующий этап — стендовые и лётные испытания. Параллельно ЦАМ разрабатывает ещё один мотор-демонстратор — АПД-А, который может пригодиться для спортивно-тренировочных самолётов Як-52. Изначально на обоих Яках стоит звездообразный девятицилиндровый двигатель М-14 с воздушным охлаждением, конструкция которого восходит аж к 1947 году. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова